Дикая природа, свежий воздух, самое большое и чистое озеро планеты. Теперь Байкал уникален не только этим. Полторы тысячи молодых специалистов, ученых, аспирантов и студентов. На 10 дней здесь будет, пожалуй, самая высокая в стране концентрация передового научного и практического опыта. Все это о Молодежный промышленный форум «Инженеры будущего». На берегах Байкала по инициативе Союза машиностроителей России он проходит уже второй раз. Первый прошлогодний опыт учтен, и сегодня масштаб и уровень мероприятий еще выше. В церемонии открытия форума приняли участие вице-президент Союза Маша, президент корпорации «Иркут» Алексей Федоров и губернатор Иркутской области Сергей Ерошенко, который зачитал приветственную телеграмму председателя правительства Дмитрия Медведева к участникам. И сегодня здесь, в Иркутской области, на берегу уникального озера Байкал собрались именно такие люди. Инициативные, креативные и творческие. Люди, устремленные в будущее. Важно, что в программе форума особое место занимает мастер-классы известных ученых и предпринимателей. Желаю вам удачи, интересных дискуссий и всего самого доброго. Дмитрий Медведев. На форуме несколько десятков площадок. Конечно, осмотреть все гости не смогли. Первыми их встречали представители Самарской области. Делегации автоваза, ЦСКБ «Прогресс», авиаагрегаты СНТК имени Кузнецова. По словам Алексея Федорова, от совместного творчества инженеров, предприятий пусть и разного профиля, он ждет прежде всего практических результатов. Все, что лучшее есть в поточной сборке, а мы стремимся наши самолеты создавать именно серийно, на потоке, это мировое автомобилестроение. И нам есть чему учиться у автомобилистов, так же, как и им, есть чему учиться у авиаторов. Научиться новому – это то, ради чего и приехали сюда молодые инженеры. Я здесь принимаю участие в научно-технической конференции. Я хочу познакомиться и пообщаться со специалистами в своей области и вообще разбивать свой кругозор и свое видение всего. Самое главное – это работает, рассказывает Алексей Сластенин. На форуме он уже второй раз. Некоторые идеи я уже реализовал на своем производстве, и много идей, которые сейчас в стадии проектов. И эти идеи возникли именно здесь, на Байкале. Впереди у участников 10 дней напряженной работы. Им предстоит участие во многих семинарах, научно-практических конференциях и тренингах.